По какой-то причине данное окончание партии тогда не записалось, и даже никто из вас об этом не сказал. Так что сейчас перезаливаю для вас все-таки концовочку отдельно. Дракон забирает остатки армии, выменивает ресурсы для того, чтобы скупочка произошла как можно более топовая. И подвести все самое-самое необходимое под финалочку. Передается все на Нелу. Но если Нелла будет ночевать с этой армией, то скорость конечно будет крайне и крайне маленькая за счет гномов и дендроидов. И те и другие здесь в неулучшенном виде, что еще сильнее замедляет армию. Ну и Чародей начинает показывать красоту, которую он может. Появляется возможность пробиться к сопернику. Сразу же накидывается экспертное благословение. Ну, пожалуй, не лучший, наверное, вариант из возможных, которые они могли кастануть. Не знаю, что их заставило кастануть именно это заклинание. Например, тоже замедление здесь было гораздо более профитное. С другой стороны, то, что они, наверное, не идеально просчитывают ситуацию и хоть оставляют какие-то шансы в битве против них. Иначе бы... Ну, они и так, в принципе, даже в том состоянии, в котором они есть уже имба. Говоря уже о том, если бы у них искусственный интеллект был посильнее. Это чересчур. А вот экспертная хоста, вот в этом случае, да. В этом случае она позволяет обогнать коров. Доспехи. И заныривает. Заныривает сильнее. Ловит на разгоне галтрана. И все. То, о чем я говорил, что... Как можно разгоняться поблизости соперника. Ну, вот просто на ровном месте ты теряешь главного героя. А прикол в том, что соперник на тебя уже идет. И до конца недели он начнет отжимать твои города. И итоговая ситуация получается такая, что тебе надо искать какие-то варианты для того, чтобы быстро прокачать какого-то другого героя. И этим другим героям давать серьезный отпор. Но кто станет этим вторым сверхсерьезным героем, который реально сможет это сделать? Из всех тех героев, которые остались в наличии у Авангарда, он решает качать Септиену. И, наверное, это не худший вариант, потому что лучше там какой-нибудь маг какого-нибудь 5-7 уровня в финалочке, нежели воин с таким уровнем. Для воина это слишком низкие статы, чтобы он как-то себя хорошо проявил. А для мага, ну, главное успеть заэкспертить хоть какую-нибудь магию. Или даже не заэкспертить, но силу магии поднять как можно сильнее. И за счет этого уже хоть какой-то давать отпор. Тем более, когда ты знаешь, что преимущество не на твоей стороне. Хотя в данном случае не только силу магии, но и знания надо поднять. Потому что если у тебя будет большое количество поднятий нежити, то ты со своей стороны, конечно же, сможешь довольно долго стоять и надеяться на вот этот вот довольно-таки большой, как для второй недели, стэк скелетов. Вот так вот одна ошибка может взять и перечеркнуть всю игровую ситуацию. Ну, видите, в турнирах такие ошибки не прощаются. Иногда тебя за такое наказывают, иногда нет. Но ты всегда должен знать, что когда поступаешь подобным путем, всегда есть шанс, что наказание все-таки придет. Тут еще и три камешка одинаковых подряд находятся слева. Такой себе тройной бонус каменный выпадает. Остальные герои тут больше начинают дохаживать. Расставляться. Правда, я не знаю, что тут под цепочку можно расставиться и что успеть сделать. Можно, конечно, попробовать вверх занырнуть. И пробившись вверх, тогда ты полностью отдаешь свою зону. Но ныряешь в новую зону ради того, чтобы там, во-первых, стэк скелетов поднять, во-вторых, успеть со своей стороны получше подкачаться. Ну, и заодно заэкспертить какую-то магию. То есть ты выигрываешь себе время. Да, ты теряешь прирост. Это неприятно. Но других-то вариантов пока не остается. То есть без нормальной прокачки здесь мало на что можно рассчитывать. И он даже с Зидаром идет пробивать ифритов. Плохо, что это делается, конечно, не некромантами. Причем без героев, у которых есть поднятие нежити. Да и манец, честно говоря, у Зидара тоже маловато. А ифриты используют тактику хит-н-ран. Подлетел, ударил, отлетел. Хотя вот тут вот нормально подставился под скелетов. Зачем-то. Можно было попробовать даже в вампиров навалиться. Первым ты снимаешь ответку и погибаешь, возможно. Вторым уменьшаешь количество. А потом быстро наваливаешься на скелетов. И наваливаясь на самих скелетов, свои стеки быстро теряешь. Ну и фритовские, понятное дело. И вампиры не успевают восстановить свое количество. Возможно, стоило нечто подобное попробовать применить. Хотя, возможно, это и не получалось. То есть тут надо еще прикинуть этот момент. Дотягивается до города с опряжением. Чем этот город может пригодиться для некромантов. В принципе, это хороший город тем, что, например, большой прирост феек, которые превращаются в скелетов. Они просто идеально для этого подходят. Еще и внешнее жилище есть феек. То есть, если бы он пораньше сюда пробился, то и скелетов у него к этому моменту было бы значительно больше. Без проблем, без потерь пробивается. Посещает обзорочку. Есть некрощиток, есть ящик пандоры, нычка дендроидов, шахты. Внешнее жилище психических элементалей. Пока что продолжает бежать и не крить на ворох. Подставляет туда сразу вампиров, чтобы вот прям без шансов было. Тоже битва без потерь. И таймер. Таймер очень сильно поджимает и просто не успевает сделать все, что задумал. Ну а Волвин будет наверняка стараться поджимать и дальше. И контроль карты надо возвращать, забирая все города. И соперника догонять. Таким образом, ты его заставишь бегать по бездороге. И пока он там будет бегать, в общем-то, он будет терять темп. Может, конечно, он что-то и нароет себе полезного, с учетом такого большого количества скелетов. Пробивается практически все, что находится на карте. Я даже не знаю, что тут можно не пробить таким количеством. Но когда нет поднятия нежити, то все равно этот стэк будет от боя к бою таять. Особенно, если ты вообще не некромантами проводишь финалочку. А тут еще дополнительный подвоз армии готовится. Еще и через конюшенку пропустил Неллу. Нелла еще и ману пополняет. И вы посмотрите, как же она далеко бегает. Она успевает и героя минусануть, который здесь находится, брон, и город сразу же отжать. Какая жесть. Не хочется ему терять своего чародея, но он и не теряется. Как на заказ, все башни начинают стрелять совсем в другом направлении. Приходится своей магией убивать чародея. И вот сейчас, конечно, неплохого такого преимущества лишает авангард соперника. Но, опять же, Волвин в любой момент себе может этого чародея снова сделать. Ему достаточно дракона разбить и выкупить в таверне. И когда он будет выкупаться из таверны, у него уже будет снова один чародей, которого он опять сможет передать. И точно так же это преимущество заполучит назад. Так что, вроде как и неприятный момент, казалось бы, но и при этом не критический. Да, придется, конечно, 2500 золота тратить. По сути, этот чародей, можно сказать, будет стоить столько. Но это не суть важна. И мы видим, что авангард сразу же сдается и поздравляет с победой соперника.